Акция «Полторы тысячи деревьев в городу» вышла на финишную прямую. Напомним, инициатором ее проведения стало руководство Магнитогорского металлургического комбината. В прошлом году с подачи ММК возле образовательных учреждений уже была высажена тысяча деревьев. Подобное направление деятельности получило высокую оценку магнитогорцев, поэтому в этом году акция была продолжена. Хотя в этом году снег в магнитке выпал поздно, высадить все до первых морозов озеленить или не торопиться. Если в прошлом сезоне зеленую зону магнитки пополнили деревья лиственных пород, то в этом к рябинам и астролистным кленам добавились еще и сибирские ели. А этим красавицам для хорошей приживаемости нужен снег. Зимой вообще идеально сажать. Они уже готовы, все, у них КАМА замерзли, с ними ничего не надо делать, они уже спят. У них нету сока обращения никакого. Он начнется весной, когда земля тает. Алексей Соболев и его команду руководство ММК выписал из Екатеринбурга. В сфере озеленения сегодня это самая востребованная компания. В бригаде много памирских таджиков, носителей уникальных знаний Алисия. О его обитателях они знают все, обеспечивая при высадке деревьев самый высокий процент приживаемости. Поэтому, написав список желаемых древесных пород, выбор самих саженцев комбинат оставил за гостями. Компания закупала саженцы, я так понимаю, в разных питомниках. Елки, по крайней мере, привезены из питомника из Казани. Деревья с хорошим комом земли. То есть весной ребята приедут, еще раз эти лунки посмотрят, отольют. И, соответственно, проблем-то никаких нет. Для магнитки были выбраны 12 и 15 годовалые сибирские ели. Сажает пушистый красавец ручной, без техники. Ведь одно неловкое движение, и корневая шейка дерева загублена. Поэтому все делают аккуратно и без пешки. На высадку только вот этих 10 елей у бригады идет целый день. За это дерево отблагодарит с лихвой, когда проснется. Ведь еля – незаменимый источник фитонцидов, обладающих способностью убивать вредные микроорганизмы. Почувствовать на себе их благотворное влияние смогут жители всего города. К началу декабря зеленые зоны улиц и различных учреждений магнитки украсит более 600 лесных красавиц. В рамках этой акции нашему учреждению было высажено 7 замечательных елей. Только о таком подарке можно было мечтать. Но на этом наше счастье и радость не заканчиваются, потому что в течение всего года уход, полив за растениями, подкормку будет осуществлять организация промландшафт. Поэтому нам остается только наслаждаться ароматом, радоваться и, конечно же, беречь. Давайте, друзья, в любую погоду будем беречь родную природу! Ура! Татьяна Артюренко, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.